Мы приветствуем вас с уникального места. Мы находимся в Южной Корее. И прекрасный, чудесный город под названием Бусан. Друзья, мы будем говорить в наших программах, в ближайших программах. Мы будем говорить, что это за город, что это за полуостров, кто такие корейские люди, кто такой прекрасный корейский народ, что является собой сегодня Корея. Но сегодня в рамках, в формате программы влияния на телеканале «Импакт» мы ведем репортаж и будем вести беседу с прекрасным человеком, моим другом, служителем, пастором Дэниелом. Пастор Дэниел, приветствую. Приветствую. Очень рад, очень рад. Ты нас очень хорошо принимаешь. Принимаешь уже несколько дней мы здесь. И это благословение. И то благословение, которое мы переживаем, во-первых, благодарим за теплый прием. Нас здесь несколько человек. Есть группа служителей также из Москвы, из России. И нас несколько человек из Америки также. Мы знаем друг друга уже много лет. Скажем так, не один год. Ты несешь большое служение в Москве, в России уже много-много лет. Это с 92-го года. Ты уже стал как славянин. И когда мы беседуем с пастором Дэниелом на многие темы, он говорит «у нас, у славян». И мне это так понравилось, я сегодня подметил. Когда ты говоришь «у нас, у славян», я тебе руку пожал и говорю «велком ту де фэмили», «велком ту де фэмили». Ты уже стал, тебя ничего не выдает, чуть-чуть акцент выдает. Но по духу, по сердцу и по любви к славянскому народу это просто ты настоящий славянин. Поэтому, друзья, и вот сегодня мы в Бусан. Я буду беседовать с пастором Дэниелом, каким образом зародилось христианство этой на сегодняшний день Богом благословенной стране под названием Южная Корея. Корея имеет границу. Разделяющую Южную Корею и Северную Корею. Мы находимся на юго-востоке корейского полуострова, на берегу Корейского залива, на берегу океана. И город Бусан – это потрясающий, красивейший город с огромными небоскребами, сверкающими витринами, с красивой архитектурой. Ну, я вам так скажу, этот эфир, он полностью не передаст тех ощущений, которые мы переживаем здесь, приезжая в Южную Корею. Это не первая наша поездка. И всегда, когда мы возвращаемся отсюда, вы знаете, сердца чем наполнены, благодарности Богу. И мы, возвращаясь отсюда, пастор Дэниел, мы очень много черпаем у вас, у славянских, то есть у корейских христиан. Мы очень много берем, учимся у вас. Я учусь у вас очень многим вещам, поэтому спасибо вам. И путь миссионеров из Северной Кореи, из Северной Америки, из Сиатла, из Сан-Франциско, миссионеров, евангельских христиан, путь миссионеров был очень тяжелым. На сегодняшний момент христианство, евангельское христианство в Корее, оно представляет из себя такой чудесный, прекрасный букет, красивый букет, то есть многомиллионный букет истинных последователей нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому не только славяне учатся у вас, сегодня весь мир называет ваш полуостров, это корейским феноменом, корейским чудом. И не только в экономическом плане, но также в каком плане? В христианском плане. Как Бог прилагает спасаемых в церкви. Итак, постарайтесь. Ну, позже слово, это истина, понимаете? Вот так как наши корейские народы, наше корейское христианство не так просто стало. Понимаете? Духовно, еще наше общество, еще материально, душевно, оно все поднялось не от того, что мы сами себе, да, еще питаясь, нет. Мы тут сами питались еще и западные церкви, западные братья и сестры, и через миссионеры, да. Еще сегодня, еще мы тоже много питаемся, ну, как вы говорили, пастор очень питается, то тоже надо сказать, что и мы, у вас тоже в Солеронской теркви очень много хорошего, да, которое очень полезно в нашей корейской теркви. А мы в одном теле Христова, мы друг друга питаемся, и еще мы воспаленяем то, что не хватает. А я тебе так скажу, пастор, я тебе так скажу откровенно, вот мы так друг друга начали уважать, что вы тоже у нас питаетесь. Вот когда мы с тобой будем в Москве или в Украине, вот, даст Бог, скоро свидимся где-то там на том континенте, да. Мы будем говорить о том, мы будем говорить о том, вот, в чем сила славянских церквей. А сегодня мы у вас находимся в гостях, и нас интересует и наших зрителей, так в чем же сила корейской церкви. Вот, поэтому, спасибо, что вы так хорошо о нас говорите, а мы, нам все-таки, нам все-таки этот феномен очень важен, потому что за всеми этим стоит кто? Бог стоит. Бог стоит. И пастор, вот смотрите, мы находимся в этой школе, которая была построена, она была перестроена несколько раз, но это то историческое место в Бусане, в Бусане, на берегу океана, в Южной Корее. То историческое место, и то историческое строение, фундамент остался тот же. И вот сюда, на территорию Бусана, просто причалили корабли, корабли из Северной Америки, из Сиатла, из Сан-Франциско. Путь океаном был очень тяжелый. Сначала они приехали в Японию, а затем несколько еще недель добирались сюда, из Японии, кораблем также в Бусан, и несколько миссионеров, ты скажешь, как их звали, они высадились с определенной целью. Бог их повел сюда. Для чего они приехали сюда? Ну, для того, чтобы, как расширять Царствие Божие. Расширять. Ну, это как миссионеры. Да. Для евангелизации, для спасения эти люди, которые никогда не слушали это Евангелие, никогда не знакомились, это как Слово Божие. Это был буддизм здесь и конфуцизм. Да, конфуцизм, и еще буддизм, это были наши каренные, такие вот духовности. знаете, вот наша и вот эта история, да, еще, в нашей земле, это расширение Царствия Божия не так просто только на провисовании и только проповеди, а конкретно именно участие, нужды в жизни местных людей. то есть они увидели, миссионеры увидели большую нужду, что здесь общество корейское было бедное, неразвитое, в плане материально очень бедные, нищие, и были, ну, язычниками, как мы понимаем, писание говорит, что это были просто язычники, и миссионеры, они приехали с целью не просто вручить Библии, но научить, накормить, накормить, и взрастить уже, ну, христиан взрастить. И, кстати, друзья, я узнал, будучи сам, я аккордеонист, я учился в школе, я окончил школу аккордеона, для многих зрителей это сюрприз, но, тем не менее, я играю на аккордеоне, играл, по крайней мере, неплохо. Так вот, это подлинник с начала 1900-х годов. Согласно у нас всего и история, да, из-за христианства, да, 130 лет, сегодняшний день. А это уже 120 лет. Представляете? Да, это исторический, музыкальный инструмент, это из Запада привезли. И они, миссионеры, учили их музыке, псалмам? Особенно гимн. Особенно христианские гимны. Христианские гимны. Вау. Да, да. И вот это, в те времена, вот наша Корея, это образование только обеспечивано дворянского рода, детям. Только высокого сословия, элита. А, если женщинам и девушкам не было никакой возможности образования. Интересно. А миссионеры, вот так все, они это внимали, это большим вниманием, и здесь основали образовательные женская школа. Образовательная женская школа для того, чтобы обучать всему. Там, наверное, и грамоте обучали, Библии обучали, музыке обучали, гигиене обучали, этике обучали, всему обучали. Наука. И вот это перемиссионеры Хенни Дэвис, который рождение в 1856 году. А он в 1890 году сюда переехал. Переехал будущий миссионер. И здесь же умер, кстати. И вот в 1989 году он сюда, да, и в Пусане он приехал, и потом он через год да, еще отошел в вечность. В вечность. Насколько жертвенность, они знали, на что они идут. Они же не ехали, они Боингом, 777, они Дримлайнером не летели. Они длинные недели, долгие недели через океан, через бушующие, что могло двигать ими, пастор Денинл, разве не любовь к Богу и к погибающим людям? Что могло другое двигать? Единственное, что давало стимул и желание, это проповедовать Евангелие, это нести благую весть, это исполнить великое поручение нашего Господа, который сказал, идите и проповедуйте всей твари. Поэтому и он здесь нашел свой конец, то есть водворился у Господа. Но знаете, один он сюда приехал, а он ушел в вечности, а после смерти его еще пять миссионеров еще сюда собрались. После него? Да. То есть его смерть была посевом? Да, один сел и умер, и она несла еще больше. и Бог других начал посылать. И потом они этими миссионерами основаны вот эти учебные заведения и с того начала современные основания и пробуждения вот эти образования Кореи. Мы идем дальше. Вот друзья, вы видите наглядные те моменты печатные вот, те, которые использовали. И, кстати, это чемодан, который приехал, который миссионер. Вот это да. Ты знаешь, если бы это подлинный, это настоящий, которому божий 120 лет. Ты знаешь, подержаться за его ручку даже уже помазание бы передалось нам. Несомненно, несомненно. Вот, но здесь закрыто стеклом, поэтому мы так принимаем, принимаем вот такие духовные крепы. Это таблица. Это уже 1890 году. Да, вот здесь 15 октября уже здесь вот тогда в те время корейская архитектура, но простые, да, да, соломная типа крыша, да, клинные вот такие на кирпичах. Да, 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 да. И там бедные сразу заметно. Конечно, это все, кроме миссионера. Это, кстати, оригинальные фотографии. Да, да, это оригинальные фотографии. Это жена, это миссионеры, это миссионеры, и хэни, вот это вот здесь, и вот это детей. И первых сирот. Нашли первых нуждающимся. Представьте себе. Нуждающимся, да. Знаете, как Библия говорит, что Евангелие проповедуется посреди бедных. Бедных, да. Это, кстати, то, что мы делаем в Руанде, друзья. Спасибо партнеры, спасибо, друзья, тем из вас, которые содействуют и помогают помощи вдовам и сиротам в далекой Африке, в Руанде. Поэтому они начинали, кстати, миссионеры, начинали тоже сирот и вдов. Да, на всех христианцев там начали, понимаете, вот это, и пуссане. А потом, и спустя еще там, вот это... Десять лет мы видим. Они уже построили чуть-чуть другое. Ну, это не современно, это 115 лет. Это здание. Уже перестроенное, достроенное. Да, и потом еще... Вот мы идем дальше. Но это наше, вот это, миссионерство с западными миссионерами, она, она с участием нашей общественной нужды в начале. Да, да, да. И потом она в 1912 году, в 1919 году, и вот... И, кстати, мы должны сделать обязательную поправку, мы должны поправку сделать, пастор Дэниел, что в 1910 году Япония, которая находится здесь на расстоянии вытянутой руки, она оккупировала Корею. И это было очень жестокое, очень жестокое. Во-первых, это были буддисты, и, во-вторых, они очень многих и многих корейцев уничтожали. И этот империализм, как мы говорим, вот японский империализм, он владел корейским полуостровом аж до 1945 года. И вот когда христиане, миссионеры перенесли Евангелие, японцы, японцы, они начали преследовать и возбудили гонения против первых христиан. И вот это получилось, что... Это вот это... И вот в 1917 году произошло великие, яркие, такие политические и во главе еще христиане. христиане тоже не были согласны с преследователями, с японцами, которые были гонителями, и они начали протестовать, чтобы их не притесняли и разрешали проповедовать Евангелие. Это мирным путем. Мирным путем, да. Вот эти флаги, да, 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 да. Народные такие флаги и взяли себе и потом показывая именно как кричали этот дебис. И вот освобождение... Освобождение Кореи, да. Освобождение. И в это движение и два вот преподавателя, 11 вот эти школьницы, они еще участвовали и их арестовали. И посадили в тюрьму. Известно, на сколько лет их посадили или нет? Но это еще я не знаю, но это очень такие... Вот сто лет назад это уже были действительно мучениками за слово Божие. Да. И потом в 13-м году еще первые выпускники. Да, да, да. И в 26-м еще вот 6-летний ученый программа. 1930-м году вот уже новое еще перестроили. Перестроили. И один этаж еще достроили. То есть это целый миссионерский и образовательный центр. Видите, друзья, это картина как раз миссионерского образовательного центра. Это первое современное западное здание на корейском полуострове. Интересно, интересно. Миссионеры принесли архитектуру даже, западную. Вот друзья, вы видите, ну мы подошли уже, мы с вами будем идти чуть дальше. Сейчас мы эту часть нашего репортажа окончим. Мы окончим, пастор Даниэл. То есть оно, во-первых, было назидательно, оно было интересно, и оно было довольно-таки образовательно также для наших зрителей, что христианство в Корее, оно не взялось ниоткуда. То есть были те, которые высланы Богом с Америки и с Австралии, они были высланы Богом, и поэтому призыв для вас и для всех нас, для церкви последних дней, для вас, молодые люди, будьте чутки к тому, а вдруг Дух Святой снова вышлет вас с североамериканского континента 120 лет спустя, когда он сделал это с первыми миссионерами, а вдруг он пошлет вас до края земли, будьте восприимчивы, будьте чутки и будьте готовы сказать Господу, вот я, пошли меня, помнишь, как это было? Вот я, пошли меня. Пастырь, несколько слов, пожалуйста, для наших зрителей. Я очень и очень радуюсь за то, что я имею очень тесное общение с великим народом, славянским народом. Спасибо, пастырь. И я верю, что в последнее время вот эти все славянские церкви будут величайшие приготовленные Божьи сосуды, через которые все, весь племеноземный блаславятся. Я вот это, это еще мои маленькие просьбы, я очень умоляю Господу, чтобы Господь блаславил. Господь поднял славянские народы, высшие всех, это не ради какой-то человеческой гордости, а ради славы Господа. Господи, мы совершаем молитву с пастором Дэниелом, твоим служителем и помазанником. Господи, мы благодарим Тебя. Мы находимся в этом историческом месте, которое называется музей, музей Твоей славы, музей тех первых Твоих посланников, миссионеров, тех служителей Твоих, которых Ты выслал некогда сто лет назад на этот корейский полуостров, и мы видим, во что превратилось это семя, которое было посеяно первыми миссионерами. Мы благодарим Господи, мы благодарим Тебя, и мы благодарим Тебя, также Господь, с пастором Дэниелом, что мы вошли в их труд, мы вошли в их наследие, которое они принесли на этот континент, и мы можем быть частью великой Твоей церкви, под названием Вселенская церковь, евангельское христианство, истинные последователи Твои. Мы благодарим Тебя, и мы благословляем каждого зрителя, который сегодня с нами встречался. Да будет это слово, да будет это свидетельство, будет также посевом в судьбы молодых людей, в желание, дабы использовать то слово, влияние, и использовать пример первых христиан, этих первых миссионеров на этот полуостров, для того, чтобы идти проповедовать Евангелие. Мы благословляем. У кого-то приходит это желание, это чувство, тоже стать миссионерами. Благослови. Восполни Твоим небесным благословением, благодатью, и силой Твоего слова, и откровениями Твоего духа, дабы они стали такими же миссионерами, и слово Твое еще звучало, и звучало до края земли. Во имя Иисуса Христа мы благословляем. Мы благословляем. Будьте благословены. Будьте благословены. Аминь. И мы вчера окончили с пастором Дэниелом. Пастор, снова приветствую тебя. Приветствую. Мы окончили разговор и беседу о том, как миссионеры из Северной Америки, они основали миссионерский центр буквально в 100 метрах отсюда, очень близко, 100 или 150 метров отсюда. Сегодня мы находимся в уникальнейшем месте, как результат того, что они основали миссионерский центр, миссионерскую школу, образовательный центр. На сегодняшний день здесь воздвигнут целый госпиталь. Целый госпиталь. И название этому госпиталю – Илшин Крюшин Госпитал. Друзья, мы с пастором Дэниелом немного введем вас в экскурс, что можно посеять в судьбу нации. И эти посевы, они дают огромные результаты и дают огромные плоды, как результат того, что кто-то положил свою жизнь во имя, во благо, и для успеха, для благословения и процветания корейского народа. И сегодня те плоды, теми плодами пользуются сегодня сотни тысяч и миллионы жителей этой прекрасной страны и этого города. Поэтому этот госпиталь, пастор Дэниел, этот госпиталь огромный. Нам сказали, что на сегодняшний момент фуллтам или полное рабочее время здесь 330 врачей и медицинского персонала. Чем занимается этот госпитал? Да, вот здесь... И кто его основал? Да, это как миссионерка, вот здесь Мекхен-Джи. И два это как дочь миссионера, который отдал вот свою жизнь. Это тот вчера, о чем мы говорили. Он приехал, он здесь умер, а его дочери возвратились сюда. И Австралия, ну смотря вот здесь, какие великие нужды, женщины и еще девушек. И они поехали в свою родину и там учились для того, чтобы восполнить наши нужды корейские женщины и девушек. И возвращались сюда. И возвращались сюда. И потом основали этот госпиталь. Да, да, госпиталь и школа. И школа. Для образования. Они не только основали госпиталь для лечения, потом родильный дом здесь, также родильный дом, акушерский целый центр. Но также частью этого процесса является образовательный процесс. Образовательный. То есть обучение, идет обучение медицинского персонала. То есть обучаются около 3000-2700 акушерок. Да. Были обучены для того, чтобы принимать роды. Да. Смотри, что получается, что некогда дьявол, когда родился Моисей, они убивали детей. Да. Но сегодня мы, как христиане, рожденные свыше, мы понимаем, что Бог дает жизнь. Да. И эту жизнь вы сегодня сохраняете здесь. Как результат этого госпиталя, этого родильного дома, было здесь, сколько детей было рождено? Еще около 300 тысяч детей. 300 тысяч детей в этом госпитале. Потрясающе, потрясающе. Вы сами знаете, только что Юрий сказал, что дети, это как на будущее. А если дети все погибли бы, в будущем не было бы жертв. Конечно, конечно. 300 это детей. Не 300, 300 тысяч. 300 тысяч. Да. И теперь, вот смотри, один миссионерский, да, еще там здесь дали, сели свою жизнь, а теперь спустя 100 лет уже вот так стало. Это целый город на вершине горы. И мы как раз находимся на это, как раз это на вершине горы. Внизу идет, и внизу идет равнина к океану, а это на вершине. Да. И получился целый центр. Да. Пастердене. А здесь вот вы задавали вот такие вопросы, а какие вот направления? Направления. Здесь это больница. Вот здесь больница, особенно вот это вылечение всяких болезней. Заболевания женских. Женские. И еще клиник детей. То есть в лете детей. То есть педиатрический центр также здесь находится. Еще там здесь вот это родильный дом. Родильный дом находится. Еще здесь учебный центр. Здесь более тысячи, да, больше вот это как, но которые принимают себе ребенок. Да, да, да. Это акушеры. Акушеры. Здесь вот здесь все прошли, вот эти курсы. Знаете, разумно жаль, вот. Эти детей, ну, принимайте детей. И так весьма много, да. То есть жив Господь. Жив Господь. Друзья, мы ведем эту программу влияния. Это рамки программы влияния на телеканале «Импакт». Мы ведем из Бусана. Это северо... Это корейский полуостров. Это южная часть корейского полуострова. И мы находимся с вами на юго-востоке корейского полуострова. Юго-восток. Прекрасный город. Следующая программа, вы не переключайтесь, потому что следующая программа, мы будем говорить о том великом значении и великом вкладе, которое сегодня корейский народ вкладывает в мировую евангелизацию, в миссионерское служение. Но сегодня мы именно находимся в этом центре. В этом... Это не просто госпиталь, это целый комплекс. Это целый христианский комплекс под названием «Элсин Кришианс Хоспитал». Мастер Дэниэл, мы пригласим прекрасную женщину сейчас. Мастер Дэниэл, мы пригласим... Очень приятно. Очень приятно. Мастер Дэниэл, мы пригласим прекрасным. Чем вы, скажите, конкретно чем вы занимаетесь в этом госпитале? Здесь, чем вы, чем вы, чем вы занимаетесь, чем вы занимаетесь? Да, те, которые родились в больнице, это жил от Господа. Да, те, которые родились в больнице, это жил от Господа. Да, я сам это молюсь и всегда желаю, чтобы эти детей, жизнь, которые родились в себе и Божьим благодатью, нам надо хорошо заботиться и выразить его здесь, и чтобы они на будущее еще послужили влиятельным человеком. На весь мир. На весь мир. А скажите, почему именно вы выбрали эту профессию? Я сам это Господа, это Абет. И у меня было всегда такое ревение, заниматься бисенецкие деятельности. Да, я сам преподавал еще, воспитал наши молодежи, чтобы они... Но для меня большие радости, счастья, заботиться, это родившийся ребенок. Спасибо. Да благословит Господь, да благословит Господь. Да благословит Господь. Да благословит Господь. Да, вот это, скажем, что эта больница есть, это поле, где сам Бог миссионер стоит на объекте ребенок, все люди. Представляете, друзья, если Бог был силен и сделал это в жизни, в жизни и в судьбе и в служении вот этой нации, вот этого народа, на этом континенте, Бог может, он силен и он может сделать и сделает это в твоей судьбе или в твоем служении. Насколько важно быть чутким к Господу и насколько важно быть посвященным Его служению, что сто лет назад здесь было основано что-то маленькое, но из этого маленького выросло целое огромное дерево и под ветвями этого дерева сегодня укрываются, находят благословение, находят великую благодать Божию и успех сотни тысяч и миллионы людей. И представь себе, из этих трехсот тысяч детей, которые здесь были рождены, Бог возник многих миссионеров, пастырей, служителей, таких духовных наставников, лидеров, разве это не благодать Божия? Да, конечно, это великое благословение. Ты служишь много лет миссионерам в России, много лет, уже много лет, 25 лет служишь. Что ты пожелаешь, пастыр Дэниел, для наших славянских сегодня, наших зрителей? Но, знаете, вот это как эти названия, я уже говорил, что наши славянские народы, это великие божьи сосуды, которые могут еще объявлять весь мир. Я скажу, что все славяне, особенно славянские народы божьи, славянские церкви, это есть будущая надежда, будущая еще жизнь мира, скажем. И потому что это сосуды, вы сами, если вот кто находится в Америке, или в Европе, или в Израиле, или где-то вот в России, или Украине, Белоруссии, Мольдавии, неважно. Но вы сами, да, и знаете, что это великий сосуд Божий, через которого Господь оживляет и пробудит весь мир. И вот в настоящее время и будущее время весь мир возродится, пробудится нами. Во имя Иисуса. Да, во имя Иисуса. Вы посвятите вот это, один маленький семена, незначительный, вот эти, как зерно, гордичное. Здесь и пали, смотрите, благодаря вот этим миссионерам, теперь, вот она росла, в течение 100 лет, теперь все, укроется весь мир. А что-то еще будет благословение по всему миру. Во имя Иисуса. Да. Мы этим и благословляем вас. Да. Мы благословляем вас с этого прекрасного места снова и снова. И каждому из вас мы желаем тех же успехов, тех же результатов и того же посвящения, которое вы видели в этом репортаже. Поэтому оставайтесь на импакте, будьте благословены. Мы с Туном вот встречаемся со следующими служителями. Буквально не уходите от телеэкрана. Будьте благословены. Будьте благословены. Мы продолжаем наш репортаж. Приветствую вас на телеканале «Импакт». В рамках программы «Влияние сегодня» не менее уникальная встреча. Как вы видите, я не один. Мы находимся в прекрасном городе Бусан. Это Корея. Южная Корея. Это корейский полуостров, так называемый. И поэтому, друзья, мы встречались с вами уже перед этим. Мы делали неоднократно репортажи из этой богом благословенной страны. Сегодня не исключение, что будет вам интересно. Знаете почему? Потому что я не один, как я говорил. Я предоставлю сначала гостей, которые сидят справа и слева от меня. А затем мы перейдем уже к делу. Анатолий Васильевич Пшелинцев. Анатолий Васильевич, приветствую вас. Приветствую вас. Рад видеть всех. Спасибо. Анатолий Васильевич, во-первых, он известный адвокат из России, из Москвы. Из столицы Российской Федерации. Затем, кроме всех остальных регалий, их у вас очень много, вы также являетесь автором многочисленных научных публикаций относительно такой тематики, как право и... Церковь. Церковь, да. Государственно-профессиональное отношение. Если так, не углубляюсь в детали, вы являетесь соавтором многочисленных публикаций. Поэтому welcome на программу «Влияние». Thank you so much, my brother. Это у вас, кстати, дебют сегодня. И верим, что не последний. We're back to them. I hope. Вы являетесь также сопредседателем правового славянского центра из Москвы. Поэтому мы с вами будем иметь отдельные программы, отдельное знакомство со зрителями. А сейчас бегло, в рамках той встречи, которая у нас сейчас. Также слева от меня, это небезызвестный для вас друзья, это Борис Павлович со мной. И фамилию он мне подскажет. Dikidji. Dikidji, да. Приветствую, Борис Павлович. Очень рад, очень рад. Эта встреча наша не первая и не вторая. Несколько встреч у нас было со зрителем. И в повторе вы смотрели программу «Влияние». Была прекрасна первая встреча с вами. Поэтому welcome back. Спасибо. Вы несете служение епископа также центрального региона России. Это союза, подскажите мне, пожалуйста. Российская церковь, христиан веры евангельской. Христиан веры евангельской. Гробовенко Эдуард Байк. Начальствующий епископ Гробовенко. Кроме этого, у вас есть научная степень в области медицины. Ну да. Да, поэтому очень... Ну, также я снова рад приветствовать у нас в эфире. Это старшего пастора, основателя церкви Сойон Горо Чорщ, старшего пастора Пил Дю. Пастор, приветствую вас. Для нас большая честь. И братья, они солидарны со мной, когда скажут, что мы очень признательны за потрясающий прием, который мы имеем. Гостеприимство корейских братьев потрясает и восхищает. Как вы скажете, что вы скажете на это? Ну, если на английском beautiful. По-русски большое спасибо за гостеприимство, за теплый прием. Все-таки в Мега-чертче не каждый день бываешь. Я признаюсь, я первый раз в такой большой церкви. И такое количество христиан сразу под одной крышей собирается. Это потрясающе. А что вы скажете? Конечно же, да, это впечатляет. Размах служения, отношения к служению. И впечатляет отношения друг к другу и гостям. Пастор Пил Дю, если в Америке, или в России вы не видите адекватного приема, мы искренне просим прощения. Мы просим прощения. Мы и справимся. Мы поздравимся. Друзья, если вы смотрите за этими эфирами, за нашими эфирами на телеканале «Импакт», сетки вещаний вы прекрасно знаете. Вы смотрите еженедельные программы пастора Пил Дю. Пастор Пил Дю, часовой формат, вы принимаете это слово. У нас есть ваша реакция. Вы также восхищаетесь словом и восхищаетесь тем видением, которое Бог дал этому пастору больше сорока лет назад. Начать с нескольких семей. И на сегодняшний момент на ваших экранах вы видите потрясающую картину. Это город на вершине горы. Вот что является сегодня это мощное, колоссальное служение. То есть это территория царства, которая влияет сегодня, просто в прямом смысле этого слова, влияет на целую нацию, не только в рамках одной страны, но также на окружающие страны. Поэтому для нас честь непосредственно лицом к лицу сегодня снова общаться с нашим пастором. Пастор Пил Дю, снова, пожалуйста, буквально поделитесь с нами вот эту территорию, на которой мы находимся. Когда Бог дал вам эту территорию, было ли здесь много, столько небоскребов, десятки небоскребов вокруг? Или ничего не было? Или ничего не было? Или ничего не было? Или ничего не было? Здесь было бы как аэропорт. Аэропорт, да. Пустынь. Поэтому здесь было бы как поле, просто. То есть ничего не было? Да. Просто на берегу, на берегу аэропорт? Аэропорт, да. Аэропорт, да. Да, это берегу моря, да, это была бывшая аэропорт, очень маленькая. Ну а каким образом из Сеула вы переехали сюда, чтобы здесь строить церковь? Мухом de Мухом. Мухом de Мухом, мне кажется,�면 서울 этого дома и здесь же были должны были все эти церковь? Ну, что сейчас в Сеуле из 5 гоlab, которые сейчас в школе, поэтому я не могу решить, что я. А. Сеуле, теперь это все 200 лет, чтобы открыть в страны, когда стал козь, когда стал проект, как был проект. Но в 5 лет прямо так был. Поскольку народ, русской области, у них все возникло такое строительство? Софорiendo 5 греческа, без пути, я не могу решать. И сегодня я приветствую вас. Я мужчина, но пять людей было такое предложение, поэтому мне надо было, и молиться, и спросить Богу Господа, какой церкви мне надо ехать, и послужить Его. Но все, понимаете, все не скорее приезжайте к нам и сказали, а я еще не мог принять решение. Поэтому, если кто-то в 5 лет, кто-то в 5 лет, когда кто-то в 5 лет, кто-то быстрее подойдет ко мне и сказал, что я туда соберусь. Я так и сказал Господу. А в это время, Брат Чун Пильдо уже был руку положен на руку? Да, когда мы были во время, когда броксировали в море, когда броксировались. Да, уже давно. Точно, но мы были в Пусяне. Вы знаете, не из Питера этот церкви, а потом я приехал ко мне. А из Пусяне, быстрее чем другие, еще приехал ко мне и предложил. Один пресвитер, который приехал ко мне и предложил, что я построю это до молитвы, а вы там пастыр служите. У меня не было желания открыть новые церкви. Тем более, когда приехали в Пусань, и такой мысли вообще не было у меня. И поэтому я проводил такие молитвы на неделю, чтобы спросить у Господа. Но, знаете, четвертый день, а при молитве, а я закрою глаза, а все, видение открылось. Несколько тысячи лет, десятки тысячи, масса народа собирается. Это не черно-белые видения, это цветное видение. И поэтому я смотрю, понимаю, что происходит. Виде. Виде. И тогда Господь говорит, куда ты собираешься, оставляя такие весьма много толпы в моей стадии. И он еще повторно сказал. Пока я не дал ответ, а он еще повторно сказал. Я сказал Господу, я буду послушать Тебе. И поэтому я в Пусанье с двумя семьями начал открыть церковь. С двумя семьями. Да. То есть там не было две тысячи. Там не было две тысячи. Там не было двести человек. Только две семьи. Но, знаете, в данный момент еще зарегистрированы наши члены церкви больше ста тысяч. Больше ста тысяч на сегодняшний момент? Да, да, да. Пастор Пилдио, нас сегодня смотрят молодые люди. Некоторые молодые служители окончили библейские учебные какие-нибудь заведения. И многие в таком же возрасте, как был пастор. С чего начинать? Каждый из них задается вопрос. И в своих мечтах видит потрясающую картину сотни тысяч людей. И тоже цветные. В своих мечтах видит потрясающие события. В своих мечтах видит потрясающие события. Я учусь с вами, Первое наслужение в том, что до поступления в семинарии Господь Он сам подошел, посвятил меня. И когда я еще был, это как школьник. И Господь сам предложил мне следующими словами, что ты не хочешь жить ради меня. Когда Господь сказал мне, когда Он так и предложил мне, это означает, что остальные всякие вопросы моей жизни, И еще Господь себе берет полную ответственность. И поэтому мне не надо было заботиться ни о чем, о моей жизни. Вы знаете, ко мне еще многие обратили. Приложали открытую церковь. Мы строим молитвы. Давайте с Сиулями начинаем с вами открыть новый церковь. Планировали ли вы Мега-чурч? Или вы не планировали? Моксан, у меня была четкая цель моей службы, что население Пусан, это 4 миллиона населения. Я буду служить, чтобы все эти 4 миллиона населения обратили к Господу. Такая молитва была. Да. Вы знаете, посреди всех городов Южно-Корейских островов, это Пусан было самое меньше процента евангельских христиан. Хотя это второй, по-величине город. Да, да. Ту-ти-дущина, Чей-и-дущина. Это второй, самый крупный город, это Пусан. Вы знаете, у меня был такой смысл, понимание, что если евангелизирует весь город Пусан, чем я могу евангелизировать по всей Корее. Вот такие вот. В моей голове было не привести весь жителей этого города, а все жители нашего полустров привести к Господу. Вот такие. Не количество. А все. В нашей евангелизации особенности заключается в том, что наша одна лукавая церковь. И при евангелизации я поставил такие вот служителей, чтобы они на объектах других городах занимались евангелизацией. Поэтому я сейчас удивительно в том, что даже жители по расстоянию с нашей церкви, чисто два-три наследие машины, даже остров и все оттуда, и люди к нам и приезжают на богослужение. Если есть формула успеха молодого служителя, можете ли или вы вывели ее формулу в ваших семинарах, в ваших наставлениях, обучениях молодых служителей, тех, которых вы взращиваете? Есть ли такая формула? Первая, вторая, третья? Мокса, например, если 젊은 사ек자들을 키워내는 어떤 목사님 나름대로의 훈련이나 교육, 어떤 그런 과정, 어떤 틀이 있으신지? Если шасси была построена, какой это тот фак awakened проплат. Очень массаemitно. Из selected новых церкви, позаточ不是 제일 часто применения это obviously. Но начинка после того, кem Trung Tour, вход flashed на заболевание, потому что antes FUCKая причина устроили, большинство девушки здесь в самого сфера можно купить. Значит, вот эта фабрика, не только сюда, и там работали много молодежи из разных городов, и туда собирались подработки. Да, я начал подняться на болитвные движения. То есть мой вопрос в формуле успеха, формуле, есть такое слово в русском языке, я не знаю, как оно звучит. В формуле успеха, самым первым вы выделяете молитву. А, молеком, я gibi, моксください... Каждый год, когда на учебнике парня понимали, он был друг другу? Три общаться в их один из двух 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 с�г SAPP resumes. Молодцы сами добровольно организовывали, чтобы мы будем молиться утром, это 9 часов, и еще вечером, это 9 часов, мы еще соберемся и будем молиться. Вот так вот, пошли. Это было первое. Теперь второе. В 저녁, в текущем, у людей много людей, поэтому они вместе с учетом. Знаете, когда после работы, и они собрались, весьма много было, и вот они, когда мы молились. Так что, когда молитвы, когда движение, это молитвы, движение еще пойдет, тогда свистый Дух Святого и пойдет, и тогда еще появится вера Бога. Дух Святого и обедают, и обедают, и обедают, и потом, после того, они еще пошли на Евангелизацию, все. Это добровольно. Это добровольно. Они сами. Да. То есть, это, что я хотел сказать, это, когда мы занимаемся молитвным движением, и тогда, остальные, дальше пойдем. Следует просто. То есть, первое, это молитва? Да. Это молитвы. Когда молитвы приходят вера. Когда молитвы приходят вера. Да. И тогда мы получаем, получается, мы получаем на благодати Дух Святого. Да. Когда молитвы приходят вера. Да. И когда молитвы приходят вера. И когда молитвы приходят вера. Да. Бог дает Дух Святого силы. И чтобы мы были свидетелями Ему. И Иерусалиме, и Иудея, и Самария, и Дака, и Земля. Да. Она так и пошла. Юрий Михайлович, вы не находите очень важный такой акцент сделал Бастер Чан Пельдо, когда делился своими воспоминаниями. Вот эта вот способность фиксировать свой взгляд не на текущих повседневных задачах, а видеть вот эту вот стратегичность и глобальность цели. Весь полуостров должен цель решать о глобой вести. И я думаю, что по всей видимости вот эта вот способность видеть через призму повседневных задач, то глобальность божественной цели тоже может играть роль и быть одним из секретов успеха. И плюс. Я полностью согласен. Плюс к этому, общаясь с вами, пастор, уже не один год, не один год, слыша ваши проповеди, я заметил, что вы не распыляете свое время на текущие маловажные вещи, стратегичность переведения. То есть есть стратегическое направление, а все остальное делают помощники, я так понимаю. Наши проблемы всегда будут понимать, что в рамках нашего эфира я позволю себе, на правах сегодня ведущего этой программы, Позволю себе сделать некий анализ, что в нашей славянской диаспоре Имеет место то, что называется очень много текущей повседневной суеты Постыря открывают двери, включают свет в туалет, затем подметают полы, моют полы Затем вытирают сками, салфетками Из ваших уст я слышу другую модель построения здоровой духовно крепкой церкви Разве вам не надо вникать во все эти вещи и детали? Имеет место то, что все это происходит Имеет место то, что важно Имеет место то, что главное Почему мы начинаем с молитвы начинаем всякие дела Потому что когда мы молимся, а тогда мы получаем Божий благодать Тогда мы получаем Дух Господа, тогда сойдет Дух Святого И когда Дух Святого сойдет, тогда сердце появится любви к Богу И любви к Тепи Божьей И они сами желают и ревнуют заниматься служением Тепи И сами еще идут на игнорализацию И поэтому эти молодые дети И они сами молятся И они такие молятся И они только молятся на молитвы И у нас в неделю И ночью и ночью ли они молятся И в вечерный команда молитвы И в днем молитвы И даже в днем молитвы Это 100 миссионеров, мы евангелизируем, освящение весь город Пусана, и освящение весь корейский в нашей стране. Знаете, они и так, и еще вот сегодня девиз, сколько повторили, значит, уши, да? Наверное, более. Да, да, да. Знаете, все там обращают к нам, да? Давайте мы почитаем на 100 миссионеров по всему миру, давайте. Вот такие люди еще обращают к нам, тоже. Да, да. А нас эти еще увеличиваются, давайте еще тысячи, давайте. Вот, 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 я как раз хочу уточнить этот вопрос. Сегодня Ваша церковь, пастор, распространила свое влияние не только на Корею, корейский пастор. Но по всему миру. Вот я хотел у Вас узнать, сколько миссионеров сегодня церковь направила во вне, в другие страны. Ну, что, потрясающе. Потому что у нас церквей в России нет, полторы тысячи человек. А мы только миссионеров полторы тысячи человек. Нет, нет, нет. И в России нет. Вот они еще, наверное. Вот, сейчас в России есть тысячи человек. В России нет, и сейчас в России есть тысячи человек. Вот они очень удивляются. Ага, тогда еще один вопрос. А сколько пасторов Вы содержите в штате? Но, в Киеве, 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 в Киеве. Это 140 человек. Это же целая цирк водилей. И это приходит еще, мы дети, вместе с нами, мы ссадились полностью. Мы поправляем их счет, это сотовый телефон, и заправнивается машина, бензином. То есть вы, хорошо, почему вы считаете, что это важная часть церкви, так помогать пастыряным? Максим, почему эти бакхиевцы не могут все эти церкви преуспомнить? Это библейское. Смотрите, и нибудь не заграждает, если болезни из своей библии, И поэтому мы делаем это, чтобы все наши общины добровольно обеспечивали, и они, эти служители, смогли служить полностью для Господа. Пастор, вы сказали, что вы даете телефоны пасторам своим, машины оплачиваете, счета. Скажите, пожалуйста, Samsung, фирму Samsung, OneWay, это не ваши филиалы? Самсунг или Hyundai, это филиалы церкви. LG. Самсунг или LG, это Каристи компания. Ваши филиалы? Может, это филиалы церкви? Ваши филиалы церкви. Ваши филиалы церкви. Ваши филиалы церкви. Просто то, что я слышу, церковь настолько авторитетна, настолько распространила свое влияние на все сферы социально-экономической жизни, что я не удивлюсь. Если вы скажете, что Samsung это часть церкви, это потрясающий опыт на самом деле. В рамках нашего эфира время стремительно улетает. Друзья, это была очень интересная встреча. Это не последняя. Кстати, следующая программа будет не менее интересна из Бусана. Оставайтесь с нами на импакте. То, о чем вы говорили, пастор. Переводи, пожалуйста. Да. Да. У нас есть определенные показатели успеха, роста, развития, умножения, увеличения церкви. Так, что Ахануевы все очень важны на этом событиях. И когда мы видим, что за всем этим стоит Бог, В этом процессе НАХАНУЮЩИ İCHI ДОНОВАЛУЮЩИИЕ ЗАЛЬМУЩИИ ГОДОЕННЫЕ ВОКО item не было. Итак, когда мы видим, что за всем этим стоит Бог, Но если у нас есть Бог, это вообще sach и как это бонично. МОНИКУМ. И в этом все нужды великые, и это все церкви. А у пастора мало времени молитвы. И сам пасторы, они должны встречаться с живым Господом. И они должны получить сильное огня Духа Церкви. И тогда, и сам Господь берет в себе полную ответственность во все вопросы. Вот такой пастор слишком дал для Господа. И для всех это стадо Божие, народ и Божие, сколько они дорогие, и далеко сами стадо доберутся к ним, слушать слово. И такие церкви станут, такие мега-черкви. Мы делаем следующий репортаж. Мы находимся в Южной Корее, это прекрасный город Бусан. И сегодня воскресенье, прекрасный воскресный день, солнечный, довольно-таки чуть-чуть морозный. Но и вместе с тем он приятный, мороз приятный. И я нахожусь вместе с пастором Пилдю и с пастором Дэниелом в офисе пастора Пилдю. Приветствую снова, пастор. Сегодня, как я говорил, был воскресный день и было несколько потоков. Мы присутствовали также на несколько потоков. Вы проповедовали на потоке в 7 часов утра. Начинался поток в 7 часов утра. И я хочу специально обратить внимание наших зрителей, что служение начинается в 7 утра. Не в 10, не в 11 и не в час, но в 7 часов утра. Затем следующий был поток на 9 часов утра. Мы присутствовали и на 7, и на 9. А после этого мы приехали на русский поток. Было русскоязычное богослужение. Пастор Пилдю, мы с нашими друзьями уже несколько раз в Корее. И глядя на служение вашей церкви, я назвал это целая фабрика. Завод, это завод. Это круглые сутки вот такое движение. Мы имеем большие церкви в Америке, англоязычные. Конечно, нет таких количеств, как эта церковь. Но есть церковь 10-15 тысяч членов. И, зная эти церкви, бывая в них, мы видим такую ситуацию. Основное служение церкви в этой мега церкви, это один раз собраться в неделю, на 10 часов утра. И целую неделю в церкви никого нет. У вас эта целая фабрика круглосуточная. Тысячи тысячи народов. Поэтому вы проповедовали на 7 часов утра. А ведущий пастор проповедовал на 9 часов утра. И потом на 11 часов утра. И так дальше. У вас была интересная тема относительно исцеления прокаженного. Исцеления больного, слепого, да. Почему вы выбрали именно эту тему? Почему Дух Святой, вы считаете, положил вам эту тему? Почему вы сейчас современные вопросы? Почему Вы сейчас fleet-то не можете представить вам? У вас будет исцеление? Не можете рассказать вам? Потому что у вас будетuelle участие, И я проспомедовал на 9 часов утра. И с первого до сегодняшнего дня, еще подряд я стараюсь. То есть, а почему была именно выбрана тема об исцелении? То есть в этом была нужда, вы считаете, для народа? Или вы просто идете по порядку? А если僕, она позволяетESS такая ценностью пищевой и писсуру? И я воспитываю весь Библии это так. Какая самая большая проблема корейского полуострова? Есть духовная, есть политическая, есть социальная, есть экономическая? Какая самая большая проблема? Продолжение следует... Наибольшая кризис в Южной Корее, я считаю, в том, что это как у служителей, это именно пастыри. И они меньше привыкли молитвы, еще не такое глубокое посвященное наслужение Богу. С нашей точки зрения это очень посвящено. Но если у вас проблема между старшим поколением в церкви и молодым поколением, есть ли этот гэп? Амадо, конечно, это не только для старшим поколением, но и для старшим поколением. А, но и для старшим поколением, как мы старшим поколением. И раньше, мы еще, преодолея всякие проблемы, трудности, мы со слезами еще молились, обратили к Господу, а сегодня, сегодня это не так. То есть вы видите разницу? Да, разница большая. Да, и славянская церковь тоже. И в Америке у нас иммигрантская церковь, сейчас по времени сколько она еще повышается уровень жизни, и вот именно прошлое поколение, они уходят. А, предыдущего, нового поколения, они уже забывают, как молиться, обратиться к Господу. Здесь получается парадокс. Потому что Господь хочет, чтобы люди хорошо жили, и Господь хочет, чтобы его не забывали. Почему мы такое творение? Как только нам лучше, мы забываем служить Богу. Но мы, в данном случае, в нашем случае, в нашей корейской церкви очень обогащена. Очень. А если это все богатство, если еще мы употребляем это на миссионерство, еще назначимся для освящения весь город Пусан, например. И так далее. И в церкви остается в сообществе. И в церкви они уже организуются, чтобы все верующие, в любое время, в церкви, они смогли пребывать молитву. В частности. И еще в Чечене годах хоть один раз все они съездили миссионерские поля за границей. И вот эти верующие, которые входят в отделение, которые поддерживают определенное миссионерское поле. И молясь за этих миссионеров, и все миссионерские деятельности, и финансово поддерживают. И в церкви есть много проектов, и все это все. Вы знаете, наша община, это характеризм того, что вот еще все организовано, молитвенные жизни, много разных полезных программ для того, чтобы их вера, и познание, и свободе еще росло. Да, вот это все, очень много разных видов этой программы, она все происходит. Поэтому у нас вообще нет времени растратить на другом деле. Американских церквей, а я интересуюсь их проблемой. они совершенно не проповедуют во втором пришествии Христа. если проповедуют, то только. Учите ли вы ваш народ о том, что мы живём в последнее время? Учините ли вы ваш народ о том, что мы живём в последнее время? Мы очень акцентируем на это, на проблему. Мы всегда были готовы к пришествии к Господу. Почему это важно? Мы сами не знаем, что когда мы умрём и когда Он придёт, это мы не знаем. Поэтому мы всегда умрём, всегда умрём и умрём. И нам нужно жить в благодати. Когда мы умрём, или когда он придёт в этой земле, это мы очень приятно будем. И поэтому, когда мы всегда в состоянии бодрствия, что Господь в любое время может прийти, в любое время уйти в другой мир, в другой мир, тогда мы можем бодрствовать во всём. Я всегда делаю, проповедую и служу Богу, или в миссионерских полях за границей, или вот здесь. Когда я встаю проповедовать и служить Господу, и это, я считаю, состояние в том, что это, мое ощущение последней минуты, последний раз, в каком состоянии я проповедую. И это значит, что я всей силой своей, всей душой отношусь к служению Богу. Это пример достоин подражания. Да. Это пример... Мы вчера узнали, что Вас нагрузка увеличилась, увеличилась, увеличилась намного больше последние 5-6 лет. Потому что Бог дает вам силу, и жизнь дает. И Бог дает вам силу. И жизнь дает. Да. Пастор Пилдю, несколько ваших пожеланий для наших телезрителей. Я считаю, что посреди Американцев, особенно славянских, иммигрантские и верующие в Америке. Это особенные избранные народы из избранных. Да, знаете, вот это как Божие избранные народы, обязательно они будут веровать в Иисуса. Даже перед смертью, в самое последнее время они будут веровать в Иисуса. Русские говорят, что это будет. Если все застве подходит, то м Господь, Он взял крест и умер, и искупил на кресте. Чаще всего, что Господь пройдет, и мы встретимся с Богом, и мы всегда живем с Богом. Да, они будут, еще после пришествия Иисус Христа, они будут жить с Господом веков, веков. Да, тогда мы будем наслаждать славу Божию вместе. И мы будем наслаждать всякие слава небесной части Божией. Поэтому наша задача, нам надо еще творить то, что Иисус творил в этой земной жизни. И благословивая у тебя людей. И еще поддерживая, чтобы все верующие и близкие, они жили правильно, здорово, верить в Иисуса. В韓ите, если наши славянские эмигрантские христиане в Америке, если они будут заняты с этим, И тогда они не найдут время согрешить, испорчиться и падать духом. И они должны заниматься беседеской деятельностью. И особенно своей родиной. Спасибо, спасибо. Если так занимается, и Бог больше обогащает сирвенским народом, еще и с этим обильным богатством, они будут больше наслаждаться здоровой христианской духовной жизнью. Мы безмерно благодарны за ваши благословенные пожелания. Друзья, вот так мы, наверное, и поступать так и будем поступать. Мы так и были поступать с вами. А у нас просто других вариантов нет. У нас других. Надо именно служить Господу, проповедовать Его Слово, распространять благую весть на нашей родине, и на малой родине, и на большой родине. Бастер Пилдю. Завтра приходит время, мы отправляемся обратно в Америку. Это прошедшая неделя. Мы целую неделю здесь снова была особая неделя. Так как и в прошлом году, в этом году это тоже особая неделя. Это был с вашей стороны настолько братский, отцовский прием. А нам очень благословен и очень радостно. И действительно, я скажу без увеличения, и наша делегация, она соглашается со мной, что мы увидели у вас реальную Божью любовь. И мы вместе с другим, как егоleyeое заведение, что все véritable и действительно сердце, и также совершает все действия о том, что мы с намиDIZI. Богу вам вmatилетую Церковь. Господь тебе благо competence. Богу приема Мышленный, Крепкий здоровье. Грепкий здоровье. Господь им благословит. И я попрощу наших зрителей, Чтобы вы молились, чтобы пастор Пилдю и имел крепкое здоровье и дальше продолжать проповедовать Евангелие. Вы знаете, мы как услышали сегодня, что вы возвратились из Таиланда. Несколько недель были в Таиланде. Какое Бог делает пробуждение в Таиланде. Поэтому, друзья, вы должны молиться и поддерживать, чтобы Бог еще дал многие годы. Потому что вы нужны для Церкви. Вы нужны для народа Божьего. И не только для этой Церкви, но и для Вселенской Церкви. Для многих народов. И также я благодарен пастору. Спасибо. Ты так с нами везде был. Как мама была с нами. Как мама. Как каждый день. Спасибо многим вашим диаконам. Десятки диаконов служили нам. И когда мы возвращаемся в Америку. Я уже начал это делать. Я говорю нашим диаконам. Вы должны и ехать, и учиться в Корее. Как служить народу. Всем. Служить без исключения всем. Не только самому себе. Но и гостям. И другим. И всем. Это пример достоин подражания. Потому что мы здесь, в Китае, мы должны научиться научиться. Спасибо вам за эту модель, которую вы показываете. И вот, в мокресторе, вы видите, модель, и 신뢰е, я тебе очень благодарен. Благодаря Господа. Спасибо. Пастор. Благодаря Господа. Прекрасный офис. Прекрасное место. Благословенное место. Наполнено благодатью Божьей. И славой, и силой Его. И словом Его. Поэтому оставайтесь с нами на импакте. Смотрите наши репертажи. И будьте благословенны. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.